Впервые в Иркутске выставка живописной горячей эмали. Питерская художественно-промышленная академия имени Штиглица совместно с Ирнитую и областным краеведческим музеем организовали международную выставку краски, огня и света. Ведущие российские эмальеры выставили 50 работ в технике живописная горячая эмаль. Эмаль – это некоторое послание о будущее, потому что ей же ничего не вредит, кроме атомной войны. То есть она останется такой же яркой через 500 лет, как лиможские эмали. Поэтому, когда ты занимаешься этой техникой, ты должен думать о своей ответственности. Это не бумажка, которую там съедят жуки и все. Это вещь, по которой, может быть, через некоторое время будут судить о нашей цивилизации. Горячая эмаль – техника сложная, обжигающая в прямом и переносном смысле. Это, по сути, стекло, окрашенное окислами металлов и запеченное на медной пластине при температуре 800 градусов. Сергей Андрейко – первый иркутский эмальер, можно сказать, родоначальник школы. Привез эту технику из Петербурга три года назад и сейчас ей увлечена чуть ли не вся кафедра монументальной декоративной живописи Ирниту. Мы нормально начинаем. Достаточно того, что Сергей владеет, Андрейко владеет прекрасно, и он уже выставлялся несколько раз на больших выставках. То есть он уже нашел свою манеру письма, манеру работы, свою стилистику. Рядом с великолепными и редкими работами эмальеров выставлено несколько десятков работ преподавателей кафедры монументальной декоративной живописи Ирниту в технике фьюзинг. Все лето сотрудники кафедры не выходили из мастерской, из лаборатории на улице Жара, они занимались вот этим кропотливым трудом, готовились к этой выставке. И поэтому я считаю, что для нас это бесценный опыт. Как отмечают гости выставки и ее организаторы, теперь видно, к чему стремится иркутской школе. Петербург сделал шаг навстречу, осталось сделать ответный. Я исполню благодарности просто за то, что все получилось, за то, что мне помогли и музеи, и академии. Просто большое вам всем спасибо. И вам спасибо. От всех.